Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. По вашим заявкам мы с вами разбираем видео, выложенное на нашем втором международном канале English Professionally. Видео называется English Prepositions with Nouns, то есть английские предлоги с существительными. Но пока я для вас так все обобщил, самое нужное, потом, если будет пожелание, мы с вами сделаем дополнительную практику. Итак, в рамках наших курсов. Итак, смотрите, суть в том, что есть определенные слова, существительные, в частности, и после них нужно использовать те или иные предлоги. Вот, например, reason, причина. Там причины чего? Там говорим reason for. И примеры. What's the reason for it? Какая причина этого? Видите, reason for. Какая причина it? What's the reason for it? Там, например, what's the reason for your decision? Какая причина твоего решения? What's the reason for your decision? Если у вас дальше идет глагол, важный момент, то мы используем инговую форму. What's the reason for doing it? То есть, какая причина это делать? What's the reason for doing it? Там, what's the reason for learning English so intensively? Так в чем причина? Какая причина учить английский так интенсивная? Можно сказать, I really want to learn it fast. И действительно хочу выучить его быстро. Далее, demand for. Спрос на что-то. Demand for. Значит, помним, что supply это, соответственно, предложение. Demand это, соответственно, спрос. Supply and demand. Соответственно, предложение и спрос. Demand and supply. Спрос и предложение. Итак, there was a growing demand for those goods. То есть, был растущий спрос на те товары. Growing demand. То есть, или increasing, увеличивающийся, growing demand. Это устойчивая фраза for those goods. Или for those products. Goods, товары. Помним, что множественное число. There was a growing demand for those goods. Далее, соответственно, to. Значит, чаще всего ошибаются здесь практически все. Значит, решение какой-то проблемы – это solution to. Например. What's the solution to this problem? Какое решение этой проблемы? Значит, практически все, 99% студентов говорят здесь неправильно. И даже если кто-то знает to, все равно ошибается. Не знаю, почему это камень, такое преткновение. What's the solution to this problem? Именно to. То есть, решение чего-то. Or, in other words, другими словами. How can we solve this problem? Как мы можем решить эту проблему? What's the solution to this problem? Далее. Здесь answer to – ответ на что-то. Answer – это также существительное. Например. What's the best answer to this question? Какой лучший ответ на этот вопрос? Answer to this question. Really. How can we learn English by ourselves? Как мы можем выучить английский самостоятельно? Я могу спросить вас. What's the best answer to this question? So, really. Tell me what you think about it. Итак. Далее. Здесь немножко посложнее. Objection. Значит, object – это глагол. Возражать. А objection – это возражение. И вот есть такое выражение. Очень полезное. I had no objection. У меня нет возражения. То есть, у меня никакого нет возражения to eat против этого. Если далее идет глагол, это грамматика уже уровня advanced, нужно поставить глагол с синговой формой. I had no objection to doing it. У меня нет никакого возражения, чтобы это сделать. То есть, я не возражаю, чтобы это сделать. I had no objection to doing it. So, I'm not against it. It's okay. Друзья мои, я думаю, вы не против также сделать практику по английским конструкциям. Взять 300 конструкций с уровня beginner до super advanced и практику. Ну, так вот, не затягивать уроки, там, минут по 15. I had no objection to doing it. Тоже важный вопрос, да? То есть, опять же, мы говорим обычно to плюс глагол, а здесь to doing. Помните еще другие конструкции, когда такая же вот вещь встречается? Помните? I'm used to doing it. I'm accustomed to doing it. Мы с вами это как раз недавно разбирали. В уроке про предлоги. Далее. Также здесь, соответственно, added it. Что такое added it? Add it – это отношение. И здесь, what's your attitude to smoking? Какое твое отношение к курению? Or what's your attitude towards smoking? То есть, мы говорим, added it to или towards. What's your attitude towards smoking? Какое твое отношение к курению? Но, опять же, все в оригинале. И быстро на английском вы можете посмотреть на канале English Professionally. Сейчас мы двигаемся дальше в режиме интенсива. Итак, between. А, нет, еще здесь у нас, смотрите, уже addiction. Зависимость. Addiction. He couldn't hide his addiction to the Internet. Он не мог спрятать свою зависимость от интернета. Помните, мы говорили, что addicted to и также addiction to. He couldn't hide his addiction to the Internet. Далее, также здесь reaction to и reply to. Да, соответственно, здесь у нас нет примера, но, например, so his reaction to that event was rather strange. Вы поняли, что было сказано? His reaction, его реакция to that event на то событие was rather, была довольно strange. Странный. Вот вообще, в идеале, даже со слуха все ловить. Я все прописываю, чтобы вам было удобно в идеале. Потом со слуха также ловить, но для этого нужно много практики. Именно такой вот. Смотрите, кто слушает. Далее, reply to, ответ, нужно на что-то. Здесь, I've already replied to her letter. Я уже ответил на ее письмо. I've already replied to her letter. Далее, between, между. Соответственно, difference between, разница между. Connection between, связь между. Например, what's the difference? Очень часто у меня студент спрашивает, what's the difference between these two words? В чем разница между этими двумя словами? Or what's the difference between these two expressions? Между этими двумя выражениями. Далее, connection. Connect. Соответственно, соединять, связывать, connection, связь. What's the connection? В чем связь между этими двумя происшествиями? What's the connection between these two accidents? Далее. Очень полезный глагол для уровня intermediate и выше – это lack. Это глагол, да, вы не ослышались. Лак – это глагол. И lack также и существительное. Lack of. Смотрите. I lack free time. Мне не хватает свободного времени. Например, вы можете сказать, там кто-то может сказать, I lack free time, I lack money, там, I lack – мне не хватает, соответственно, attention, внимания и так далее. Также, lack – это существительное. И вот, lack of free time – нехватка свободного времени – is a real problem for me. То есть, это в целом как понятие, поэтому артикль здесь не нужен. Это настоящая проблема для меня. Lack of free time is a real problem for me. Каждому может сказать, I don't have free time, I have no free time. Но это альтернативный вариант. And really, I think it's a good alternative. Lack of free time is a real problem for me. Далее, друзья мои. Та же cause – это причина какого-то происшествия. Cause of. Смотрите. What was the cause of his death? Какая была причина его смерти? Если просто причина чего-то, это reason for. Какое-то происшествие – это cause of. Тоже важно. What was the cause of his death? Далее, также in – такие слова, как increase in, увеличение в чем-то, decrease in, spot в чем-то, drop in, падение в чем-то, rise in, тоже подъем в чем-то, fall in, тоже падение в чем-то. Вот смотрите. There was an increase in sales. Было. Помните, конструкция «there is there are»? Это в прошедшее время. There was an increase in sales. Было увеличение в продажах. И можно сказать «a decrease». Да, здесь, разумеется, нужно «a decrease» – это сказать. A decrease in sales. Падение в продажах. И можно такие слова говорить «there was a rise in demand». Было увлечение в спросе. Or there was a drop. Падение. A drop. То есть, вот fall – это просто падение, а drop – это такое более резкое обычно. There was a drop in demand. Очень часто уже употребляется drop. И drop – это тоже глагол. Например, their sales dropped. Их продажи упали. Their sales fell. То есть, это глагол и прилагательное. То есть, глагол, соответственно, и существительное. Sorry. Next. Далее, что у нас еще здесь? Вот with – у нас satisfaction и dissatisfaction. Ну, часто очень в песнях слышится satisfaction. Satisfaction переводится как удовлетворение. А dissatisfaction, соответственно, переводится как неудовлетворение, неудовлетворенность. Смотрите. I experienced a feeling of dissatisfaction with their service. Значит, я испытал I experienced чувство неудовлетворения их услугой. Видите? Dissatisfaction with. Или можно сказать по-другому. Мы с вами разбирали. I was dissatisfied with their service. Я не был удовлетворен. Можно сказать I was not satisfied. Or we can say it in one word. Можно сказать в одно слово. I was dissatisfied with their service. Я не был удовлетворен их услугой, их сервисом. Обратите внимание, что experience переводится как опыт. Например, work experience – это опыт работы. Experience – это та же глагол испытывать. I experienced a feeling of dissatisfaction. И, соответственно, удовлетворение – это satisfaction. I had some kind of satisfaction with my results. У меня был некоторого рода удовлетворение. Это очень полезная разговорная фраза. Some kind of. Некоторого рода. I had some kind of satisfaction with my results. So I can say it another way. Я могу сказать это по-другому. I was satisfied with my results. Я был удовлетворен своими результатами. So I was dissatisfied or I was not satisfied. Друзья мои, вот такие моменты. Мы с вами как раз говорили про предлоги, соответственно, с прилагательными, с глаголами, с существительными. Это тоже очень важная вещь. То есть здесь практически все спотыкаются тоже, друзья мои. Надеюсь, вам эта лексика понадобится также в вашем разговорном английском, но уже не на уровне, разумеется, beginner элементры, а по крайней мере на intermediate, upper-intermediate and advanced. Thank you. Видео в оригинале. Опять же, на нашем канале вы можете посмотреть. И также на нашем втором канале мы английский язык и плейлистам. Мы тоже планируем подробно разбирать предлоги. Thank you.